Задача 92. В одном мебельном магазине каждую неделю Нэнси получает зарплату в размере $240 плюс 5% от доли объёма продаж, которая выше $800 за неделю, плюс 5% от всей суммы продаж за вычетом $800 в течение недели. Если Нэнси заработала в общей сложности $450 в неделю, каков был общий объём её продаж на этой неделе? Она зарабатывает $450. Каков размер её 5% бонуса? $450 минус $240, то есть она получила $210 бонуса. $210 составляет 5% от её продаж, свыше $800. 5% от какой суммы составляет $210? Можно сказать, что 210 равно 0,05 умножить на x. x будет равен продажам Нэнси на сумму свыше $800. Таким образом, x равно 210 делённому на 0,05. Сколько раз 0,05 содержится в 210? Добавим знаки, перенесём запятую. Скажем по-другому. Сколько раз по 5 содержится в 21000? 5 содержится в 21 4 раза. 4 умножить на 5 равно 20. Остаётся 1. 5 содержится в 10 2 раза. 2 умножить на 5 равно 10. Мы закончили. Продажи Нэнси составили $4200, но это не общий объём её продаж. Она получает 5% только от своих продаж свыше $800. То есть она продала на 4200 долларов больше, чем $800. То есть общий объём её продаж равен 4200 плюс 800, что составляет 5000 долларов. Вариант Е. Задача 93. 93. У нас два списка. Это список 1. В нём числа 3, 6, 8 и 19. Вот список 2. Здесь x, 3, 6, 8 и 19. Это один и тот же список, за исключением того, что здесь есть x. Если медиана чисел в списке 1 равна медиане чисел в списке 2, чему равно значение x? Чему равна медиана в этом списке? Так как мы имеем чётное количество чисел, это будет среднее арифметическое из двух средних чисел. Какие два средние числа здесь? Средние два числа 6 и 8. Их среднее составляет 6 плюс 8 разделить на 2, то есть 7. Поэтому медиана равна 7. Сказано, что медиана в этом списке также равна 7. Где я могу расположить x так, чтобы медиана не изменилась? Если x равен 7, то список выглядит так. 3, 6, 7, 8, 19. Теперь у нас есть среднее число. Нам ничего не нужно усреднять. Теперь медиана на самом деле 7, если мы разместим 7 так, как это сделали. Таким образом, x равен 7, вариант B. Задача 94. В одном городе 60% зарегистрированных избирателей демократы, а остальные — республиканцы. Итак, 40% избирателей. Если на выборах мэра предполагается, что 75% зарегистрированных избирателей демократов и 20% зарегистрированных избирателей республиканцев проголосуют за кандидата А, а какой процент зарегистрированных избирателей проголосуют за кандидата А? На выборах мэра, если 75% демократов, 0,75 демократов голосуют за кандидата А, а 20% республиканцев плюс 0,2 умножить на республиканцев, как ожидается, проголосуют за кандидата А? Какой процент избирателей проголосует за кандидата А? Выразим это с точки зрения общего количества избирателей. Демократы — это 60% избирателей, республиканцы — 40%. 0,75 умножить на процент демократов. Демократы — это 60% избирателей. Давайте заменим. 0,6 избирателей — это D. Получаем 0,75 умножить на 0,6 всех избирателей. Это число демократов плюс 0,2 умножить на республиканцев. Республиканцы — это 0,4 умножить на всех избирателей. Чему равно 75 умножить на 6? Сделаем целые числа из десятичных дробей. 0,75 умножим на 0,6. 6 умножить на 5 равно 30. 6 умножить на 7 равно 42 плюс 3 равно 45. У нас есть одна, две, три цифры после запятой. Так что это 0,45 избирателей плюс 2 умножить на 4 равно 8. У нас две цифры после запятой. Это плюс 0,08 умножить на общее число избирателей. 0,45 плюс 0,08 — это 0,53. У нас есть 45 плюс 8 — это 0,53. Или 53% избирателей собираются голосовать за кандидата А, то есть ответ В. Задача — 95. В пенсионном плане одной компании есть правило о семидесяти, которое позволяет сотруднику выйти на пенсию, когда возраст работника и общее количество лет работы в компании в сумме составляют по меньшей мере 70 лет. Больше или равно 70. В каком году работница, принятая на работу в 1986 году, когда ей должно исполниться 32, получит право выйти на пенсию согласно этому положению? Получит право выйти на пенсию согласно этому положению. Допустим, у — это год. Её возраст будет год минус 1986 плюс 32. Год минус 1986 плюс 32. Это её возраст. Она начинала работать в 32. В 1986 году ей должно исполниться 32. Если год 1987, мы должны вычесть 1986 из 1987, что составляет 1 год плюс 32. Её возраст будет 33. Итак, это её возраст. Стаж её работы равен год минус 1986. Так, а плюс е будет равно этому. Чему это равно? 2у-2 умножить на 1986 плюс 32 должно быть больше или равно 70. Поэтому мне не нужно умножать 2 на 1986. Давайте разделим обе части этого уравнения на 2. Неравенство будет положительным. у-1986 плюс 32 больше или равно 70. У больше или равно 70. Добавим 1986 с обеих сторон плюс 1986 минус 32. минус 32. Это 1954. 8 минус 3 равно 5. 6 минус 2 равно 4. Чему равно 70 плюс 1954? Плюс 70 — это 4. 5 плюс 7 равно 12. 1 плюс 9 равно 10. Для неё правильным будет 2024 год. Такого варианта нет. Я сделал ошибку. Посмотрим, где может быть ошибка. Итак, в пенсионном плане одной компании есть правило о 70, которое позволяет сотруднику выйти на пенсию, когда возраст работника и общее количество лет работы в компании в сумме составляют по меньшей мере 70 лет. В каком году может работница, принятая на работу в 1986 году, когда ей должно исполниться 32, получит право выйти на пенсию согласно этому положению? Её возраст — это будет год, о котором мы говорим, минус 1986 плюс 32. Правильно? А стаж её работы будет рассчитан так. Год, о котором мы говорим, минус 1986. Году прибавляю год. Дважды вычитаю 1986 и плюс 32 больше или равно 70. Делю обе части. Так, нашёл свою ошибку. Здесь, где я делил обе части на 2, я разделил только левую сторону на 2. Это на 2, это на 2. Я даже не сделал этого. 2 умножить на 1986 разделить на 2 будет 1986. 32 разделить на 2 равно 16. 70 разделить на 2 равно 35. И так перепишем. Вот что происходит, когда вы пытаетесь сделать слишком много сразу. у больше или равно 35 плюс 1986 минус 16. Минус 16. Я добавил 1986 с обеих сторон. Вычел 16 с обеих сторон. Это равно 1970. И далее у нас 35 плюс 1970. Так, у должен быть больше или равен 2005. То есть это вариант С. И у меня время вышло. Сожалею я свои ошибки. Увидимся в следующем видео.